Массовая лыжная гонка Нежинский марафон, Кубок области по ММА и многое другое. Оставайтесь с нами. Первый день весны в областном центре отметили сразу двумя лыжными стартами. За Уральной рощей прошла традиционная лыжня России, а в Оренбургском районе участников собрал Нежинский марафон. Любимая многими массовая гонка состоялась уже в 44-й раз. О тех, кто вышел на старт в этом году, расскажем прямо сейчас. В календарной зиме пришел конец, но это вовсе не означает, что лыжи пора прятать в кладовку. Участники Нежинского марафона это отлично знают. Каждый год в начале марта они собираются на уже ставшей родной поляне. Около 600 лыжников из 20 муниципальных образований готовы выйти на старты сегодня. Здесь выступают и профессиональные спортсмены, и любители. Здесь можно пробежаться по беговой трассе, а можно пройтись просто по любительской трассе, где не нужно бегать, не нужно идти на время, а можно просто прогуляться, подышать воздухом и почувствовать свои силы. Первыми стартуют те, кто выбрал дистанцию 5-10 километров. Чуть позже за лидерство поборются уже не любители, а профессионалы. Там и расстояние серьезнее – 15-30 километров, и задачи более амбициозные. Не просто участие, а достижение высокого спортивного результата. Кстати, хозяева трассы, представители Оренбургского района, пожалуй, главные претенденты на победу. Год назад они завоевали половину всех наград. Медали, однако, для многих участников не самоцель. Главное – приятные эмоции получить. Мне понравилось. Мне трудно было, потому что я первый раз так хорошо. Я ехала с моими одноклассниками, с друзьями, с мамой, с братиком. Мне очень понравилось. Больше всего понравилось скатываться с горки. Если спуск – повод для радости, то подъем в горку – удовольствие сомнительное. Тем не менее, это не причина сходить с дистанции. Рано или поздно капризная высота покоряется всем. Подавшись всеобщей лыжной лихорадке, на трассу выходит и председатель ЗАГСОБы Сергей Грачев. Депутат голосует за активный спортивный отдых. Когда есть возможность, каждый выходной, где-то по 5-6 километров прохожу. Для себя, для удовольствия. Поэтому сегодня совместил то, что обычно делаю, посмотреть заодно, какая у нас готовность у наших лыжников. Так что, хорошее мероприятие. Я думаю, что вот такую трассу, где мы сейчас с Елмановым говорили, надо делать каждому выходному и пропагандировать среди оренбуржцев. Недавний триумф российской сборной на зимней Олимпиаде в Сочи – отличный стимул для спортсменов-любителей. Вдохновленные победой наших лыжников, участники Нежинского марафона будто и к финишу бегут быстрее. Давай, давай! Раскатывай, как ни жени это! Не суетись! Вот так! И поехали! Не суетись! Как раз это время анализировать, а как нам развивать зимние виды спорта в нашей Оренбургской области. У нас есть уже такие предложения. Мы определяем опорные точки спортивных комплексов, где будем развивать лыжные гонки. Надо возрождать сегодня биатлон. Мы начали шорт-трек в сельских играх. Проводим мы такую дисциплину уже четыре года. Будем смотреть, чтобы тренеры работали в этой дисциплине муниципальных образований. Нежинский марафон проходит в рамках областного смотра конкурса «Оренбургская параллель». А значит, лыжный праздник – отличная возможность набрать так называемые километры здоровья. Кто-то из участников ею воспользовался. Кому-то удалось не просто преодолеть дистанцию, а войти в число сильнейших. Победителей Нежинского марафона определили в девяти номинациях. Открытый Кубок области по смешанному боевому единоборству завершился в спорткомплексе Оренбуржье. Самыми зрелищными стали финальные поединки. В шести весовых категориях, помимо представителей нашего региона, на ринг выходили бойцы из Казахстана, Татарстана, Башкирии и Самарской области. Подробности далее. Открытый Кубок области по смешанному боевому единоборству – настоящий подарок для ценителей ярких бескомпромиссных боев. Онами региональная федерация ММА, созданная осенью 2012 года, радовать оренбуржцев не устает. Нельзя не вспомнить, к примеру, международный турнир «Челлендж 37». Кто видел такое, вряд ли забудет. А еще был приезд легендарных бойцов Федора Емельяненко и Джеффа Монсона. И свои собственные первые соревнования – золото скифов. В мае 2013-го сборная области заняла первое место на чемпионате Приволжского федерального округа. И это тоже повод для радости. Останавливаться пропагандисты ММА не намерены. Вошли в раж. В апреле в нашем городе пройдет «Челлендж 47» – битва в центре континента. Я рад, что мы начинаем так часто встречаться. У нас с трибуны все больше и больше наполняются нашими поклонниками, любителями нашего спорта. Надеюсь, и дальше так будет продолжаться. Открывает серию финальных боев первого открытого Кубка области поединок оренбуржца Михаила Громова и челябинца Довлато Чупонова. В битве за третье место весовой категории 65,8 килограмма сильнее все-таки челябинский спортсмен. На второй минуте он побеждает удушающим приемом. Теперь все внимание приковано к паре претендентов на золото. В синем углу ринга – арчанин Марат Избасов. В красном – оренбуржец Александр Лукьянов. Победитель международных турниров «Челлендж 37» и «Золото скифов». Положенных двух раундов по пять минут этим бойцам тоже не требуется. Поединок завершается досрочно. Первое место за победу удушающим приемом на второй минуте в 32 секунде одержал Александр Лукьянов. Арчанин Марат Избасов. Клуб «Давали туда» в «Магуст». Соперных не знаком, до этого не встречались, но нас развела сетка на предыдущем турнире на чемпионате области. Поэтому мы с ними не встречались, но просто по боям я смотрел, видел, что соперник очень сильный физически, хорошо борется. Я не знал, чего ожидать, в принципе, от боя. Просто готовился показать красивый бой. Но бой перешел в партер, в борьбу. Ну, в принципе, я люблю бороться в партере. Ну, и так получилось, что я оказался сильнее. Еще меньше времени нужно для выяснения отношений паре финалистов в следующей весовой категории. 70,3 килограмма. Дамир Смогулов из Первомайского района уже на первой минуте побеждает нокаутом своего визави. Оренбургса Максима Бодрединова. Соперник был, я не скажу, что слабый, соперник был очень хороший, очень сильный. У него уже несколько профессиональных боев. Но, как тренер сказал, выйди, покажи бой, как на тренировке. Каждый из 12 поединков по-своему интересен и драматичен. За золото, серебро и бронзу спортсмены области бьются до последнего. Практически в каждом весе чемпионами становятся наши земляки. Исключение лишь категория свыше 93 килограммов. Здесь победу празднует представитель Магнитогорска Александр Джекайте. Пять наград увозят челябинцы. Переходящий кубок области остается в Оренбурге. 18 медалей привезли пловцы Оренбуржья с первенства Приволжского федерального округа. Соревнования недавно завершились в Пензе. Половину всех наград для нашей сборной завоевала воспитанница дюж-газовик Мария Каменева. Она удачно выступила сразу в нескольких видах программы. Это далеко не первое достижение спортсменки. Именно с такой разминки в зале начинается каждая тренировка. В графике восьмиклассницы Марии Каменевой их две. Утренняя с 8 до 10 и вечерняя с 15 до 18. Итого 5 часов в день. Выходной лишь один в воскресенье. По словам спортсменки, выдержать такой режим совсем непросто. 20, 54, ниже, ниже, ниже. Когда необходимый комплекс упражнений выполнен, тренировочный процесс переносится с суши на воду. Бассейн газовика для Маши, что дом второй. Она пришла вообще-то очень поздно. Она пришла в 10 лет. А в 13 лет она уже была мастер-спортной. На это время у нее от нуля до мастер-спорта ушло 3,5 года. Вот здесь вот, с этого места. Я вышел, она вот здесь так на меня смотрела. Я говорю, что за чудо такое появилось в бассейне. Да вот девочку привели. Я говорю, ну вот завтра ко мне ее на тренировку. И все началось. Я пошла в плавание, потому что моя тетя занимается. Я решила тоже. Волнение бывает практически на каждых соревнованиях, но не считая областные. Но это наоборот помогает. Получаешь адреналин. И благодаря адреналину плывешь быстрее. Но вряд ли секреты ее успеха только в действии адреналина. Хорошая голова, работоспособность и талант. Именно это необходимо для достижения результата, считает тренер спортсменки Владимир Кириллов. В 2013 году его воспитанница стала сильнейшей на первенстве страны. И одержала победу на Европейском олимпийском фестивале. Также среди наград Марии Каменевой, золото спартакиада учащихся и евразийских игр. Она старается всегда быть первой. Часто даже на соревнованиях приходилось, когда она просто вырывала победу у довольно-таки намного сильнейших спортсменов, которые участвовали уже в международных соревнованиях. И просто касание, как говорится, на зубах вырывало. Многое в этом деле зависит не только от спортсмена, но и от наставника, в руки которого он попал. Владимир Кириллов в мае отметит 40-летие тренерской деятельности. За эти годы он подготовил 15 мастеров спорта. Совсем недавно воспитанница Владимира Александровича в составе сборной области удачно выступили на первенстве чемпионате ПФО. Екатерина Апель взяла серебро на 100-метровке бутерпляем. Мария Каменева собрала огромный урожай наград разного достоинства. И хотя плавать спортсменка предпочитает на спине, это не мешает ей обходить конкуренток и в других стилях. По результатам в общем довольны, но, конечно, на некоторых дистанциях хотелось бы и лучше. Сейчас пока маленькая цель попасть на первенство Европы, которое будет в июле. А вообще, самая моя заветная мечта на ольпийские игры попасть. Уже на днях спортсменка и тренер отправятся на сборы. Ну а после важный старт первенства России. Удачное выступление на этих соревнованиях гарантирует попадание на Европу. Первенство Приволжского федерального округа по вольной борьбе на призы кавалера ордена Фила Евгения Сусоева прошло в Оренбурге. На ковер спорткомплекса Олимпийский выходили сильнейшие спортсмены регионов по Волжье. Всего около 300 человек. 55 борцов, кандидатов в мастера спорта. Мы побывали на открытии турнира и предлагаем вам посмотреть сюжет об этом. Не месяца без турнира. Пожалуй, именно такого принципа придерживается Федерация спортивной борьбы Оренбуржья. Соревнования проходят в нашем регионе так часто, что покрыться пылью ковер, кажется, попросту не успевает. В январе борцы сражались на турнире Василия Макарыча Чердинцева. Повод нынешней встречи – первенство ПФО на призы кавалера ордена Фила Евгения Сусоева. Это здорово, потому что это популяризация, во-первых, вида спорта, и второе – это мастер-класс для ребят. Поэтому, посмотрите, вот сейчас и зрители – это было иллючно. Те дети, которые или не попали в сборную, или они еще не подошли возрастом. Поэтому вот у нас один из весовых категорий, в некоторых весовых заявлено было по два человека. И понятно, что где-то два в какой-то нельзя заявляться. Конечно, кандидатов было значительно больше. Но сегодня, я вам скажу, борьба очень серьезная для того, чтобы попасть в место. Вот из этих 11 ребят мы ожидаем, что будет 3-4 золота – это кандидаты в сборную. Не-не, глупость не делай! Э, не надо такое! За честь Оренбуржья готовы побороться 70 юношей и 10 девушек. Основные конкуренты наших вольников – спортсмены из Башкирии, Татарстана, Чувашии и Самарской области. Сумасшедшая конкуренция – это официальное соревнование Приволжского федерального округа. И с каждого региона самый лучший борец, в каждой весовой категории приехали защищать честь своего региона. 280 участников, в том числе 60 девушек. 55 кандидатов мастера спорта. Сильных вольников растят в Акбулакском районе и Бугуруслане. Именно из этого города – Всеволод Мамедов. Пять лет назад парень впервые пришел на тренировку вместе с братом. Тому борьба не понравилась, а вот нашего героя заинтересовало. Причем серьезно. Сегодняшний поединок был для Всеволода непростым. Не обошлось без травм. Тем не менее, соперник повержен. Я смотрел до этого, как он боролся. Нашел четкий подход и старался его выполнить. Защиту ног под себя подсаживать. Ну, выиграл. Хочу мастера спорта добиться. Но еще очень долго-долго надо идти туда. Но я буду стараться. По итогам первенства Приволжского федерального округа наши земляки завоевали 9 бронзовых и 6 серебряных наград. Чемпионами в своих весовых категориях стали 9 борцов. Теперь сильнейших спортсменов области ждет участие в первенстве России. На сегодня это все. Смотрите наши сюжеты и на сайте orioninform.ru. До встречи ровно через неделю в программе Оренбургский спорт.